Команда «Газпром Бурения» продолжает свое участие в первенстве России по мини-футболу среди клубов высшей лиги конференции «Запад». Прошедшие выходные щелковские спортсмены сразились в четвертом туре с командой «Газпром Юградэ» из города Югорск. Стартовала игра очень динамично. На девятой минуте матча подопечный Александр Копейкин, тренера команды соперников, вышли вперед, забив свой первый гол. Но уже через три минуты щелковские футболисты сравняли счет. Первый тайм закончился в пользу футболистов из команды «Газпром Бурения» со счетом 4-2. Во втором тайме игра продолжилась все с тем же энтузиазмом и рвением к победе у обеих команд. На 30-й секунде щелковские футболисты забивают уже пятый гол. Но соперники не унывают, забивая третий гол ворота наших ребят. И этот гол становится для них последним в этом матче. Команда «Газпром Бурения» удерживает лидирующие позиции уже до конца футбольного поединка. По игре, по количеству созданных моментов, по контролю мяча, по процентному, то есть по всем, мне кажется, характеристикам мы сегодня выиграли. Мы наиграли на победу, я думаю, что она в принципе заслужена. Начали тяжело, ожидали то, что ребята будут играть в прессинг, они молодые. И плюс добавились там ребята с первой команды у них. То, что уже дали, то и произошло. Но только еще получились трудности из-за того, что мы пропустили первыми. Но, слава богу, удалось еще в первом тайме отыграться, выйти вперед и так довести уже до конца. В первенстве России по мини-футболу среди команд клубов Высшей Лиги Конференции Запад для Щелковской команды это уже четвертая по счету победа и, надеемся, не последняя. Итак, финальный счет сегодняшнего матча 5-3 в пользу команды «Газпром Бурения». На следующей игре первенства, которая состоится уже 24 октября, щелковские футболисты встретятся со спортсменами из города Архангельск. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.